Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во Франции, в результате государственного переворота, императором провозгласил себя Луи Наполеон III. Считая его коронацию неправомерной, Николай обратился с приветствием к новому императору словами «мой друг», вместо принятых между монархами «мой брат». Такая обида не прощается. Взаимная неприязнь усиливалась из года в год. Луи Наполеон не упустил случая досадить русскому царю. Как раз к тому времени на Святой Земле разгорелся спор между православным и католическим духовенством за право владения ключами от дверей храма Рождества Христова. Под давлением Франции, турки, хозяинчившие в этих краях, вопреки традиции, отдали ключи католикам. Вот тогда-то в Европе запахло порохом. Под предлогом защиты православных народов на Балканах, страдающих от турецкого ига, Николай отдал приказ русской армии занять подчиненное султану Дунайские княжества Молдавию и Валахию. Как было заявлено, доколе Турция не удовлетворит справедливым требованиям России? В ответ Турция объявила войну. Россия ответила тем же. Отступать Николай не желал. В ноябре 1853 года у натальйского побережья Турции, в гавани города Синоп, где родился легендарный древнегреческий философ Диоген, эскадра, ведомая контр-адмиралом Павлом Нахимовым, в жесточайшем многочасовом сражении сумела подавить огонь береговых батарей и уничтожила все турецкие корабли, не потеряв ни одного своего. Вот как описывает картину очевидец. Большая часть города горела. Нахимов был великолепен, фуражка на затылке. Он, матросы-офицеры, черны от порохового дыма. Наши корабли освещены пожарами настолько, что матросы чинили суда, не нуждаясь в фонарях. И на Кавказе развернулись активные военные действия. Турецкие войска несли потери и отступали. Радуясь успехам и не обращая внимания на попытки дипломатов договориться, Николай дал указание войскам перейти Дунай и начать против непокорной Турции боевые действия. И вот тогда произошло то, чего император не смог предвидеть. Вечно враждовавшие между собой Франция и Англия впервые в истории объединились и объявили войну России. Не прошло и полугода, как страна оказалась окружена войной. На Тихом океане гарнизон в Петропавловске-Камчатском сумел отразить нападение англо-французской эскадры. На Балтике флот союзников не рискнул приблизиться к Кронштадту, зато 45 часов подряд бомбардировал крепость Свеоборг на финском побережье, но так и не смог одолеть защитников. Однако главные события происходили на Черном море. Утром 1 сентября 1854 года наблюдатели в Севастополе сообщили, что на горизонте появилось и медленно приближается к Крыму несметное количество судов. Это были 89 боевых кораблей и 300 транспортов с артиллерией, обозом и войсками коалиции Франции, Англии и Турции, к которым впоследствии присоединились подразделения Сардинского королевства. Целью был Севастополь. Устоять перед такой армадой казалось немыслимым. Тем более, что город к обороне готов не был. Берег Евпатории где шла высадка представлял собой огромный лагерь, забитый солдатами, лошадьми, палатками, а в воде – лодками, которые перевозили людей, лошадей, артиллерию, различную кладь. И ни малейшего признака русских войск. Они даже не предприняли попытки помешать нам высадиться, подготовиться к походу. Так вспоминал один из английских офицеров. Почти 70 тысяч солдат союзных войск жаждали скорейшей встречи с русскими. Вы видите подлинные фотографии Крымской войны. Сотни снимков с мест сражений и отдыха, портреты солдат и офицеров были опубликованы в газетах по всему миру. Навечно остались в музеях и в личных альбомах тех, кто принимал участие в сражениях. Впервые в истории вместе с войсковым обозом за армией по дорогам войны следовала повозка-фотолаборатория. Через шесть дней после высадки союзные войска начали марш на Севастополь. До него 50 километров. Опасность для города была огромна. Неприступный с моря, он почти не имел оборонительных сооружений суши. В городе объявили осадное положение. Хотя еще оставалась надежда, что части Крымской полевой армии остановят противника, не дадут ему прорваться к Севастополю. Пока же спешно формировали резервные батальоны. Налаживали огневое взаимодействие с кораблями. Возглавил организацию обороны вице-адмирал Владимир Корнилов. В эти дни он мог позволить себе только два часа сна в сутки. Все остальное время на оборонительных объектах, вдохновляя людей. Такой же темп жизни днем и ночью был у выдающегося военного инженера Эдуарда Тотлябина. Именно он за кратчайший срок сумел разработать и построить защитниками города сплошную глубоко эшелонированную систему оборонительных сооружений. Всего за неделю появились новые батареи. Построены бастионы, люнеты, редуты, укрепленные камнями и бревнами, взятыми с городских строений. Все было соединено траншеями для ружейной обороны. Прорубались минные галереи. Строились укрытия. На старых бастионах были приведены в порядок орудия, которым надлежало уничтожить корабли при попытке зайти в бухту. К обороне готовился весь город. Между тем, со стороны Евпатории поступали все более тревожные сведения. Союзные войска подошли к речке под названием Альма, за которой их поджидала русская армия под командованием князя Меншикова, фаворита Николая, адмирала, не имевшего военной практики. Ныне это маленькая, безобидная, обмелевшая речушка. Тогда же серьезная преграда, через которую отряды союзников пошли в атаку. Они были многочисленнее, лучше вооружены и стали теснить наши полки. Скоро выяснилось, что у командующего и его генералов нет четких планов обороны. Взаимосвязь между частями нарушена. Каждый полагался лишь на себя. Бессмысленные, бестолковые команды сводили на нет все успехи. Из письма. Артиллерия наша дивно громила неприятеля. Ряды их рядели приметно. И что же? Не достало зарядов. Стыд и позор. Пошли в штыки, но их картечи целыми рядами клали наших, и мы должны были уступить неприятелю, не видя никакого распоряжения поумнее, не получая ниоткуда помощи, боясь быть обойденными и отрезанными от своих. Потеряв в этом сражении почти четыре тысячи человек, союзники открыли себе путь к Севастополю. Там в это время происходили драматические события. На входе в бухту были затоплены несколько старых линейных кораблей и фрегатов. Таким образом, преградили союзному флоту возможность прорваться к городу. Артиллерию с судов сняли, установили на бастионах и на вновь возведенных укреплениях. Из корабельных команд сформировали батальоны, которые присоединились к защитникам крепости. Атаковать город сходу союзники не отважились. Решили перейти к планомерной осаде с южной стороны. Недалеко от Севастополя в бухте Балаклавы англичане обустроили базу снабжения. Сюда стали приходить из Европы многочисленные грузовые суда. В округе появились солдатские палатки, офицерские шатры, госпитальные бараки, наладили правительственную телеграфную линию. Такая связь и снабжение по морю оказались намного эффективнее и быстрее, чем русская фельдъегерская связь и доставка техники боеприпасов по разбитым крымским дорогам. Для переброски тяжелой осадной артиллерии построили первую в Крыму железную дорогу. Торопились. Готовился штурм города. Из письма. 17 октября застонала земля, задрожали окрестные горы, разразился адский огонь, каленые ядра, картечи, вранцкогеля и конгревовые ракеты сыпались градом, и этот свирепый бой не умолкал ни на минуту. 1300 пушек с кораблей вместе с полевыми орудиями выпустили по городу почти 100 тысяч снарядов. Защитники отвечали, ничуть не уступая неприятелю. В первый же день бомбардировки на Малаховом кургане от ядра погиб Кормилов. Ежедневные потери людей исчислялись сотнями. Здесь впервые в истории войн при случайностях смерти среди беспрерывного бдения и грязи стали трудиться сестры милосердия. Родилась слава великого хирурга Николая Пирогова, впервые в медицинской практике в полевых условиях применившего анестезию и гипсовые повязки, спасшего многих и многих людей. Когда ненадолго замолкали пушки, город оживал. Налаживали снабжение, наводили порядок на бастионах. По вечерам на бульварах даже играла полковая музыка. Однако, проходило время и канонада продолжалась. Но штурм англо-французскому командованию пришлось отложить. Севастополь стоял крепко. Из Петербурга защитникам города старались помочь. Увеличили поставки техники. В Крым спешно переправили новые полки. Чтобы снять напряжение из Севастополя, командующий Меншиков решил силой полевой армии немедля дать бой противнику. В сентябрьском сражении под Балаклавой произошел трагический эпизод, навечно вошедший в военную историю Англии. Из-за нелепой, неверно понятой команды английская кавалерийская бригада пошла в лобовую, губительную для себя атаку на русские батареи. Мужество и доблесть не помогли нападавшим. Более трети их не вернулись с поля боя. Это была небольшая, но, к сожалению, единственная победа русской армии в Крымской войне. Через 10 дней, недалеко от Балаклавы, на Инкерманском плато, Меншиков попытался развить успех и вновь атаковал позиции британцев. Но и в этот раз наступление оказалось плохо подготовленным. В частях не было карт и планов местности. Приказы командующего неоднократно менялись в результате путаница и поражение. Победителям в этих боях тоже приходилось не сладко. Бравый их вид потускнил, болезни и непомерные потери удручали. Надежда вернуться домой невредимыми таяла с каждым днем, а ведь впереди была зима, к которой они не были готовы. Но зима не помогла и Меншикову. Февральское наступление на Евпаторию было провалено. Армия вновь отступила. Роковая цепь неудач потрясла Николая Первого. Получив очередное плохое известие о событиях и потерях в Крыму, царь заболел и как-то очень быстро умер, передав трон своему сыну Александру Второму. Весна и лето 1855 года стали решающими в судьбе Севастополя. Неистовые бомбардировки и яростные ответы защитников следовали одни за другими. Смерть теперь уносило иногда до двух с половиной тысяч человек в день. В марте на Малаховом кургане погиб еще один из организаторов обороны, вице-адмирал Владимир Истомин. С каждым месяцем зона обороны в городе неуклонно сужалась. Удачные вылазки защитников сдерживали атакующие порывы неприятеля. Нередко удавалось вернуть потерянные батареи, редуты, но, к сожалению, ненадолго. К концу лета стало ясно, исход борьбы зависит от того, как долго удастся удерживать Малахов курган, главную цитадель обороны. Сменивший Меншикова новый командующий Крымской армией князь Горчаков мало чем мог помочь. Катастрофически не хватало боеприпасов, ядер, орудийных зарядов. Большинство орудий были разбиты. Солдатам из вновь пребывающих пополнений негде было укрыться. Многие из них погибали, даже не приняв участие в сражениях. В конце июля пришла еще беда. На Малаховом кургане выстрелом снайпера был убит Нахимов, последний из плеяды выдающихся организаторов героической обороны Севастополя. 27 августа 1855 года последний раз на батареях Севастополя гремели выстрелы еще уцелевших орудий. В последний раз шли в рукопашный бой защитники, отбрасывая прорвавшихся на укрепление солдат неприятеля. И никто не помышлял о сдаче. Такими они и остались в истории. Из письма французского генерала. Если они потеряли дело, то в полном праве, можно сказать, не потеряли чести. Их энергичная и умная оборона заставляет нас уважать нацию, против которой у нас никогда не было серьезных обид. Почти 250 тысяч русских солдат и почти столько же солдат-союзников навечно остались в земле Крыма. Через 349 дней после начала обороны Севастополя его защитники покинули южную часть города, в которую уже нечего было защищать. Они шли через бухту на нетронутую войной северную сторону. Надо было сохранить людей и готовиться к новым боям. Они знали, что вернуться так не раз бывало в истории России и вернулись через год. Севастополя 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 и вернуться севастополя 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 севастополя